Всем привет! Сегодня мы поговорим о восточных женщинах, о восточной мудрости, о вот этой вообще фразе, может быть даже стереотипе, что сама фраза «восточная мудрость», откуда это пошло? Это, конечно, история культура, о всяких султанских временах, хитрости, возможно, восточных людей. Это определенные мифы, определенные сплетни, предубеждения какие-то на эту тему. И само вот это слово состоялось, да, восточный менталитет, восточная мудрость, восточная хитрость. Это, я бы сказала, часть из стереотип. Я эту ситуацию вижу немножко, восточную мудрость именно, по-другому, с точки зрения психолога, я бы сказала. Я буду сегодня рассказывать того менталитета с людьми, которыми я здесь общаюсь в Турции, и могу немножко вам расшифровать а-ля эту восточную мудрость, которую так широко приписывают мудрецам, восточному взрослому поколению, старшему, и восточным женщинам. Какие они мудрые, возможно, где-то хитрые и так далее. Их воспитание, мудрость из семьи от мамочек им передается. И, в общем, как они с этим живут, да? Так что давайте приступим. Небольшое объявление. Хочу всем напомнить, что 2 сентября стартует наш марафон здоровых отношений. Это будет 4 прямых эфира в Инстаграме. Поддержка в WhatsApp-чате. Всех участников отвечаю на ваши вопросы. И после эфиров я отвечаю на ваши вопросы, даю вам задания. Что на этом марафоне мы будем, какую тему открывать, о чем общаться? О здоровых отношениях. Какая форма отношений сейчас в обществе, в нашем социуме между мужчиной и женщиной рабочая? Почему это не патриархат, не матриархат? Что такое партнерские, здоровые, равные отношения, их условия? Как не попасть в абьюзивные отношения? Как не попасть в токсичные отношения? Вообще, что это такое? Когда понять, что вот это окей, нормальный партнер, нормальные отношения, мне в этом хорошо. А когда понять, что нет, надо дергать, надо бежать отсюда, эти отношения нужно заканчивать, что продолжать их, это, например, уже невроз, это ненормально. Вот этих рамках, нормах мы с вами поговорим. Кому подходит этот марафон? Тем, кто только хочет вступить отношения в здоровые, нормальные, с условием, чтобы быть счастливым в этих отношениях. Для этого марафона подходит также тем, кто уже в отношениях, находится, например, в браке, может быть, какой-то там десяток лет продолжительный промежуток времени в браке, но понять, а что не так? Понять, а чего я хочу? И, возможно, с этой информацией попытаться изменить свои уже отношения, которые существуют, которые есть. Может быть, что-то и получится из этого, потому что всегда, когда мы меняемся, наши партнеры, наши родственники, наши дети, братья, сестры, родители и наш муж и супруг, они все равно под нас подстраиваются и тоже меняют свою тактику поведения с нами. Так что шанс изменить что-то, если у тебя уже все плохо, тоже есть. Это будет 4 прямых эфира. Марфон будет длиться месяц и после окончания марафона еще в течение двух месяцев вся информация будет открыта в Instagram. К этим эфирам можно возвращаться, пересматривать и выполнять эти задания. Стоимость марафона 2000 рублей. Если у вас есть вопросы, желание поучаствовать, вы можете написать мне письмо на почту. Я вам вышлю инструкцию по поводу оплаты, какая информация от вас данная нужна будет, когда мы начинаем. Письмо можно отправить на почту, которая указана сейчас в инфобоксе под этим видео. И тема письма «Хочу марафон». Спасибо вам за внимание. Всем пока. По поводу мудрости и манипуляции. Это два разных термина. И в большинстве, я бы сказал, это касается не только Турции, это арабские страны, это все, что касаемо Востока. В них это воспитывается из семьи, это часть культуры, часть воспитания. И, например, для стран СНГ или, в частности, для России более характерно, как воспитание, да, прямолинейность, открытость. И если ты поступаешь по-другому, а-ля, там, таишь что-то, не напрямую выясняешь конфликт открыто, не вступаешь. У нас даже проще, да, выяснить проблему, закрыть ее, жить дальше. Это, по сути, правильно по психологии в том числе, это так и есть. Но если ты этого не делаешь, и тебя назовут двуличным, да, фальшивым каким-то, лгуном, вообще опасным и коварным типом. А вот здесь у них, наоборот, принято и учиться из культуры, да, с детства быть таким, а-ля, двуличным. Но по поводу восточной мудрости в чем заключается? Ты создаешь впечатление а-ля открытости, но при этом все карты до конца никогда не раскрываешь. В этом и есть а-ля коварность, я бы, да, это назвала. И это определенная выгода, когда человек тебя не может считать, предугадать твои открытые прямые действия, ты всегда оставляешь себе шаг, зазор определенный на шаг, на каких-то действий, на то, от чего тебя не могут ожидать. Это очень удобно, это хитро, это, по сути, это правильно. Вот она, по сути, восточная мудрость и хитрость в этом заключается. Но когда говорят «восточная женщина мудрая», я очень просто это часто в комментариях читаю историю про турчанок и так далее. Я как психолог проще скажу, мудрость и манипуляции. Я бы называла женщин манипулирующими. Не все далеко мудрые. По понятию манипуляции и мудрости я до этого видео в одном затрагивала. Давайте я повторю, наверное, эта вся информация тоже у нас будет на курсе на марафоне отношений здоровых мужчин и женщин. Я о мудрости там тоже затрону. Что это такое? Мудрость – это человек, самое главное, здесь ключевое, женщина, будем сегодня о женщинах, канал больше про женщин, мальчиков меня мало смотрят, мужчинам тоже, в принципе, относятся. Это человек с адекватно, высокой, нормальной самооценкой. Здесь самый главный пункт, который, ориентируясь в ситуации, проходящих вокруг событиях, возможно, в силу своего жизненного опыта, возможно, при рождении, назовем это так, талант такой определенный, да, это определенный интеллектуровень и работа мозга. Человек, который, ориентируясь в событиях, может их просчитать, предугадать и так вокруг себя свои действия, события, что-то там предугадывает и направляет, что, в принципе, просто это на самом деле умение прочитать на шаг вперед и подготовиться к чему-то, да, и так создать вокруг себя события, либо их направить, чтобы, не знаю, там, было тебе удобно, выгодно и так далее. То есть какие-то коврижки с этого поиметь. Но главное здесь условие – высокая самооценка. И вот мудрая женщина – это женщина с высокой самооценкой, с такими навыками, которая делает это без напряга, легко, по наитию, автоматически, возможно, да, и ей говорят, ну какая она мудрая женщина, да, какое-то событие, какое-то там предприятие или еще что-то. Просто так работает мозг человека в определенных факторах, это скопление факторов. Так вот, мы говорим о манипуляции. Здесь самое главное различие – это низкая самооценка. Когда человек, женщина или мужчина бегут от низкой самооценки. И чтобы прикрыть свои тылы, свои страхи, они манипулируют, предугадывают события, знают, как надавить на какие-то моменты в разговоре, в общении у людей, на какие-то больные места, возможно. Они знают рычаги давления на людей с целью выгоды для себя. Они не предугадывают и рассчитывают математически, автоматически это, да. Они знают, как надавить, они знают, куда нажать для того, чтобы получить свою выгоду. Но самое главное здесь различие – они это делают не по наитию с высокой самооценкой, они это делают от страха, они бегут от страха потерять, остаться там, например, одной и так далее. Это управление, это побег от страха, потому что низкая самооценка. И, например, из манипулирующей женщины, если поднять самооценку, можно стать, а-ля, назовем, мудрой. Но мудрая не станет манипулирующей. Это разные понятия, потому что у нее уже есть высокая самооценка, она у нее, например, не рухнет. И все, с этим все в порядке. Так вот, манипуляциям можно обучиться. Манипуляциям, вот, восточная женщина может научиться от мамы, в семье, по опыту своему жизнью. Что здесь, в Турции, например, я и вижу. Они больше манипулируют. Они знают просто, на что надавить, на позор, на АИП, на семейные ценности. А что тебе скажут, а что тебе подумают. На какие-то социальные моменты, там, свадьбы, вся вот эта история о чистоте, о религии в том числе тоже надавить можно. Они просто знают, куда нужно давить. И по сути, большинство, я не говорю, что все или не все, но большинство женщин здесь, это не мудрость, а манипуляция. Потому что они это берут из своей семьи, со своей культурой, в своем окружении и воспитании. Мудрые женщины здесь тоже, конечно, есть. И это, как правило, женщин, конечно, постарше, у которых есть свой личный жизненный опыт. Но и те, которые просто давят и манипулируют, здесь тоже очень много. Не прям все такие. Просто мне очень интересен стереотип о том, что восточная женщина, она типа априори. То, что она восточная, она уже мудра. Я хочу дать понятие, что мудрость это вот это, а манипуляция вот это. И в большей степени восточные женщины, не только турчанки, арабские женщины, они манипуляторы с целью своей выгоды. И честно скажу, почему, если так как психологу вообще в этом копаться, почему у человека есть желание манипулировать? Я же сказала, он бежит от своих каких-то страхов, у него есть за спиной давление в виде какого-то страха. Человек боится, бежит от страха, и поэтому ему по дороге, скажем так, в этой погоне надо что-то нажимать, чтобы как-то облегчить свою жизнь. Чтобы брать, забирать, чтобы было попроще, чтобы не было вот этого давления огромного сзади. И вот сама-то суть, это люди травмированные, как правило. У них есть свои какие-то проблемы, психотравмы из детства, которые сформировали какие-то страхи, и они в итоге бегут от страхов. А мудрый человек, мудрая женщина с высокой самооценкой, она от страхов не бежит. Либо у нее их очень мало, либо они маленькие сами по себе, да, либо просто у нее есть высокая самооценка, которая ей позволяет заглядывать в лицо своим страхом, тем самым с ними бороться. И из огромного страха, да, уменьшать его. Может быть, не до конца избавляться, но тем не менее, не бежать от него, не бояться в панике. Подружиться, возможно, со своим каким-то страхом, принять его, понять, что да, он есть, но не смертельно, не страшно. Вот она разница мудрости. Так что восточная мудрость, мудрость восточных женщин, вот так скажу, в нашем понимании, у меня тоже такое раньше понятие было, это больше стереотип, я скажу, в большей степени это манипуляция с целью выгоды из-за своих травм или низкой самооценки. Все очень просто. И я считаю, что а-ля вот этой восточной мудрости могут быть мудрые не только восточные совершенно женщины, любые женщины в любой стране, потому что это только личные качества человека, его самооценка, ну, определенные немножко обстоятельства, конечно, в которых он живет, но на самом деле это в большей степени работа мозга определенная, навык какой-то. А манипуляция это очень просто, очень легко находить слабые места людей, потом их в это тыкать, нажимать, получать то, что ты хочешь. Но честно ли это? И самое главное здесь ключевое, что такими людьми правят, они это делают, они приходят к манипуляциям из-за низкой самооценки, это ключевое. Поэтому, когда я вижу какие-то марафоны, курсы или психологи этому учат, как манипулировать людьми, достигать своих целей через манипуляцию, ну, для психолога я бы сказала, это выгода просто, потому что ты не решаешь проблему человека, ты не помогаешь ему решить проблему, поднять свою самооценку, ты, по сути, пользуешься тем, что у него низкая самооценка, и ты учишь его а-ля выживать, но на самом деле не решать свою проблему. Потому что, когда он решит свою проблему с низкой самооценкой, он к тебе за манипуляциями уже не пойдет. Они ему будут неинтересны, не нужны как инструмент в его жизни, у него появятся другие инструменты. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы считаете, что такие видео полезны на моем канале, ставьте лайк, оставляйте комментарии, проявляйте активность на канале. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту. Если вы хотите получить консультацию как психолог, просто напишите мне на почту, напишите консультацию в теме письма. Если вы хотите прислать вашу историю анонимную для разбора ответа на канале, я с удовольствием это сделаю, разберу вашу историю. Просто в теме напишите анонимную историю. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok